Всем привет! Хай! Это снова я, Ирина Сергеевна. Что-то, девочки, представляете? Платье мне это... Велико стало. Видать, Иринка похудела. Да? Я же говорю, ем и худею. А вы говорите, нет! Короче, чё? Какие у нас сегодня планы? Видите, сходила в баньку. О! Сейчас поем лапшичку. БП приготовления. Но лапша для бомжей. Вот, а что, вкусно? Сытно и недорого. Да? Положим майонезико. Бахнем. Так, короче, поем. Потом в гости. Пойду в гости. Короче, чё ещё, Иринки? Ну, чай, чай. Чай это святое. А может, не святое, не знаю. Короче, надо перемешать. Как говорится, па-па-па-па-па-па-па-па-па. Побобукать. Ой. Так, что всем приятненького. Короче, у меня есть такой смак-батон вкусный хлеб. 1927 год. Интересно, когда же успели в таком году-то его при... Как его сказать? Ну, придумать, сделать. Высокое содержание клетчатки, минералов, витаминов из утрубей. Ну, значит, низкокалорийный, да? Ну, ничего, вроде пахнет. Зачем нам он? Не знаю. Знаю. Я скоро тебя потеряю. Да, Ириня Сергеевна эту кучелку не постригла. Ну, ничего, постригу. Знаете, чё я думаю? Я тут у меня такая идея пришла. Идея. Я вот подумала, вот вы там пишите, ты никуда не поедешь, никуда не поедешь. Слушайте, а если я приеду в Крым или в Москву, у вас, наверное, это там... Как его сказать? Флягу-то сорвёт у вас девочки. Подружки вы мои. Да? Ой, да, стешится. Ну, ничего. Сейчас попробуем батон. Ммм, мягкий. Как раз для Ирины Сергеевны. Так что, ещё раз всем приятненького аппетитика. Да. Не, лучше чёрненького хлеба съесть. Чем такое? Чё-то не нравится. А турбями пахнет. Понимаете? А турбями. Не очень вкусный. Ну, а чё, буду покидывать. Придётся доесть. Говорят, надо это вот так сидеть, вытягивать. Ну, чтобы шея появилась. Шея, шея, шея. Видите, вы говорите, шеи нет. Туда есть шея у меня? Как корова, да, слезала языком. Ландыши, ландыши. От души, от души. Кстати, прикольная песня. Чё-то у меня так заела. Понимаете? Вот как-то так, ничего иначе. Салфеточка. Хлебушка надо чёрного взять. Ну, не нравится мне этот пасон. Ну, короче, у меня очень вкусный он. Хочу чёрного хлебушка взять. Ландыши, от души, от души. Слушай, девочки, у меня сегодня просто настроение хорошее. Понимаете? От души, от души. Ну, вот. Кто-то что-то пожалел. Ну, ладно. Ой, Иринка нечаянно подавилась. Ну, шо теперь делать? Да. Он такой, так что не надо печалиться. Вся жесть впереди. У нас там, короче, это сегодня. Купали, купали. И, видать, золотишко ищут. Ну, кстати, у нас-то в наших краях-то может быть золотишко. Ну, я вам не скажу, конечно, где копали. То вдруг вы придёте, тоже начнёте копать, искать золото. А вообще, у нас тут элитная глина есть. У меня, правда, не пробовала, не ела, не знаю. Надо хоть это, попробовать уральскую глину, что-ли, попродавать. А? Ну, чё, он пошёл там в гаража, накопал, и всё нормально. Глинки. Понимаете? Вот так вот. Пошёл, накопал, продал, и деньги есть. Пошёл там, девочки. Пошёл там, девочки. Раз погода налаживается, налаживается. О, шашлык, что ли, замутить? Как вы думаете? Я вот думаю. Надо, надо. Вкусненьких. Полезненьких. А, кстати, ну, вот эти, вот шашлыки, да? Ну, в магазинчике шашлыки, не, не очень. А вот замариновать всё мимо шашлыки, можно и за гранатом замариновать. Сейчас, кстати, гранаты. Нормалёк можно покупать. С кивия. Ну, а на киви у нас стоит 200 рублей килограмм, примерно, где-то. Можно с кивия. Ой, можно и на кефире. Можно и свиньи. Можно и на курицы. На каком хочешь, на таком и это, и делай. Угу. Угу. Который тебе больше нравится. На таком и делай. Что принято, да? Вот так вот. Конфета с молочной начинкой. Самый умный. А самый умный это кто? Это я. Ну. Вот так оно. Да, я представляю. Иринка такая приезжает в Крым. Меня встречает Максик. Девки потом это видят на видео. И падают в уморок. Нифига себе! Он её опять пустил. Ну, чутково. Да. Так что, девочки, вы там не нервничите. Берегите свои нервы. Ну да, вот, да. Берегите себя. Скоро весна уже закончится. Начнётся лето. Лето красное пропела. Оглянуться не успела. Ну, как-то так. Ничего иначе. Ну, так вот. В эфире я сегодня не выйду. Нет, потому что и девушки есть. Понимаете? Далишки. Поездка намечается. Поездка, девочки. А куда? А с кем? А я не скажу. Много будете знать, что старитесь. Ну, и завтра мне молодые сидите. Ну, как-то так. Ничего иначе. А, челку пострить. У меня, Никита, не получается в одинке пострить челку. Хлебушек челненький. Хлеб, хлеб, хлеб. Я хотела этот батон. Я думала, это простой батон. Без всяких этих утрубей и так далее. Я хотела со сгущенкой съесть. Знаете, короче, берите батончик. Намаживайте сливочное масло. Ну, сливочное масло хорошее надо намазать. И сверху сгущеночкой поливаете. А потом следующий батончик так же делаете. Вот так слепляете. И я его слепила из того, что было. А потом взяла и полюбила. Вот так вот. Я вот думаю, с этим... У меня же есть группа, да, ВКонтакте. Можешь комментарии включить, да? Ну, пораздукаться хотите, да? Вот так вот. Ну, совсем чуть-чуть, понимаете? Чуть-чуть. Ой, лапша. Лапша. Надо это лапшу доесть. Ой. Чуть-чуть остался. Вкусно было. И несколько калорийно. И чай. Что-то кофе не хочу. А она его слепила из того, что было. А потом взяла и полюбила. Вот. Короче, вот такие конфетки. Очень вкусные конфеты. Иринке нравится. Она, короче, в фитофарчик съездит. Там феники в шоколаде продаются. Купить. Феники, курага, чернослив. Кстати, вкусные конфеты. 200 грамм. А, у меня полкило. 200 рублей. Понимаете? 200 рублей нормально. А, ну, выше люди-то такие. Вы же по светофорам-то не ездите, да? Я так-то тоже не езжу. А, уже за этими конфетами еду полгода. У нас даже, представляете, есть доставка с светофором. А че умеете, да? А она его слепила из того, что было. А потом взяла и полюбила. Надо Настеньку попросить мою. Чтобы мне тёлку посвердила. Настенька. Кстати, даже, по-моему, сказка есть Настенька. Так ведь? Настя, Настя, Анастасия. Кстати, девки, сегодня какое? Десятое число, да, по-моему. Ну, вы-то уж одиннадцатого будете смотреть. По-моему, десятое. Упореля. Так что, у нас двенадцатого числа. Розыгрыш год. Ну, помните, у нас были там, когда там? В марте, да? Выборы в России. Подарки, подарки, подарки выдавали. Вот. Кстати, это только в Саровской области почему-то было. Другим не повезло. Они пришли, и им сказали, фиг вам. Фиг вам. Ну, Иринка, конечно, сбегала за подарком-то, да? Ну, вот, короче, двенадцатого числа будут разыгрываться. Там, это, у меня есть такой билетик. Там, короче, будешь куда-то циферки свои. И это... Выигрыш, выигрыш. Интересно, что Иринка выиграет? Айфон. Квартиру в Москве. Ну, поближе к Лёхе перееду. Вы понимаете? Поближе к Лёхе перееду. Что там ещё? Что-то ещё, короче, какие-то призы. Не помню, какие. Вот. Много-много чего. Много-много чего. Ну, я думаю, Ирина Сергеевна что-нибудь выиграет. А может и нет, не знаю. Мне кажется, все призы уже давно распроведены. Кто должен выиграть, кто не должен. Так что, осталось подождать два дня. Маша Иринка квартиру выиграет. Представляете, Иринка такая. Переезжает в новую квартиру. Пятикомнатную. Блин, а это ж надо небе. Представляете? Ну, ничего. Мы как-нибудь это... Определимся, да? Машину. Можем машину выиграть. Зачем Иринке машину? Не знаю. Я её продам. Тогда уж. А чем она не нужна? Неучка. Квартиру. Квартиру. Мерседес Бэнс. Мерседес. Короче, ладно. Где батьки-красавицы? Сейчас я сегодня иду к соседке Настеньке. Я надеюсь, что иду. Ну, фиг его знают. Получится, не получится. Ну, и эту... Чёлку нам постричь. Упредать её. То Иринка уже сколько дома? Ещё не раз... А не один раз чёлку постричала. Один раз. Один. Надо ещё один раз постричь. Следующий раз в Крыму. Или в Москве. Чё там, хоть расскажите, какие цены на парикмахера-то, а? Индекс сказал, меня сводит это. Парикмахерскую. Говорит, Иринка, мы с тебя сделаем такую конфетку. Говорит, давай, покупай билеты и езжай ко мне в Москву. Конфетку, говорит, из тебя сделаем. Так что, девочки, не надо печалиться. Я говорю, он у меня большой. Максим спрашивает, говорит, он тебе не маленький? Да нет, тут ещё одна Иринка влезет. Вот так потяни. Ещё одна Иринка влезет. Понимаете, да? Вот так вот. Ой, что-то жарко стало. Так что, девочки. И мальчики Николай. Николай Сергеевич там. Да, я знаю, откуда этот. Понимаете? Тя-ти-ти-ти-петушек. Шок-шок-шок-шок. Шок-шок-шок-шок. Всё. Всем чао, бамби. Но всё не орито. Всем до свидания. Я не говорю вам прощай. Я вам говорю до свидания. Мы ещё увидимся. Не переживайте. Ох.